Администрация Самары информирует жителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом. Угарный газ или окись углерода представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно. Во время работы газовых приборов необходимо проветривать помещение. Перед розжигом следует проверять тягу в дымовых каналах. Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые приборы, использовать плиты для обогрева, самостоятельно ремонтировать оборудование. При подозрении на утечку газа нужно незамедлительно звонить в экстренные службы по телефону 0404-01-101-112, сообщает телеграм-канал администрации Вести с Дворянской. Более 400 тысяч жителей Самарской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. Из 105 территорий они выбрали 49 мест, где уже началось преображение. В прошлом году всероссийское голосование проводилось в 10 городских округах. Самаре, Тольятти, Новокуйбышевский, Сызрани, Октябрьский, Кенеле, Жигулевский, Чапаевский, Похвестневе, Отрадном и в муниципальном районе Безенчукский, информирует телеграм-канал департамента городского хозяйства и экологии Самары. Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия, целью которого является привлечение внимания общества к необходимости усиления защиты и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общероссийский телефон доверия 8 800 2122 начал работу в 2010 году. Этот номер предоставляет возможность получить бесплатную анонимную и квалифицированную психологическую помощь от специалистов, которые помогут найти выход из сложных ситуаций. Телефон во всем мире признан эффективным инструментом оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям.